Добрый день, коллеги. Напишите, пожалуйста, слышно ли, видно ли. Ставьте плюсики. Ага, вижу. Слышно и видно. Есть ли какие-то проблемы со звуком? Я надеюсь, что у нас будет со звуком все хорошо. Если будут какие-то проблемы, я видео могу отключить. У меня есть всего 15 минут. И на самом деле я хочу рассказать уже о конкретных кейсах. О кейсах компании Ростелекома, конкретно макрорегиону Волга. И несколько слов о себе. Я работаю HR-директором макрорегиона Волга. И тема профориентации, конечно же, интересна мне как HR, как маме, как коучу. Потому что с запросами карьерного коучинга приходят в основном и студенты, и люди более молодого возраста. Сегодня, за эти 15 минут, я расскажу о кейсе Ростелеком и как мы занимаемся вопросами профориентации. Наверное, никто лучше, чем дети, не расскажет о компании, поэтому прям на минутку ролик. Сейчас посмотрим. Они занимаются, ну, продают всем интернет, чтобы сходить по телефону, чтобы все говорили. Связь мне интернет подключает, чтобы люди разговаривали. Они рассчитывают деньги на определенные цели. Ну, там всякое это, телевизоры, что-то связанное с техникой. Можно было, например, с кем, ну, в интернете что-то там найти. Подключают клиенту интернет, домашнее телевидение. Помогать в связи. Они делают интернет. У нас даже приставка из Ростелеком на компьютерные. Ну, она бесплатно досталась, потому что у нас баба там работает. Да, вот этот ролик, это тоже один из примеров, чтобы на всех мероприятиях, особенно когда мы приглашаем детей наших сотрудников на детские мероприятия, мы используем любую возможность рассказать о компании и о тех профессиях, которые сегодня востребованы. Компания находится в отрасли телекоммуникации и все больше в нашей сфере, все больше приносится из ИТ. И в целом, можно сказать, что вот проблематика компаний, почему мы занимаемся, конечно же, вопросом бюрофориентации, состоит в том, что по прогнозам к 2020 году в отрасли необходимость специалистов ИТ будет в десятки раз выше, чем то количество, которое будет выпускать учебные заведения. И уже сегодня мы нашу профориентацию проводим по схеме. Сначала мы говорим про отрасль, создаем привлекательность этой отрасли для школьников, для студентов, для молодежи. Далее мы говорим уже о профессиях, и только потом мы говорим о нашей компании. И очень многие наши проекты, они партнерские. Потому что вместе с представителями ИТ, сферы Intel, Pecom, Apple, с Panasonic мы работаем, проводим разные проекты. Мы формируем востребованность в профессии. И, конечно, многие проекты, они имеют такие две стороны профориентации. С одной стороны, даже больше, наверное, три направления. Первое – это продвижение бренда работодателя, для того, чтобы мы вовремя получили необходимых людей в компанию. Во-вторых, это обучение, потому что какое бы мероприятие мы ни проводили, мы говорим о профессии, и мы формируем определенные компетенции, которые, возможно, даже не связаны с отраслью. Развиваем коммуникабельность, работаем с другими навыками школьников. И, конечно, наши проекты, они всегда находятся на грани профориентации и инноваций. Я расскажу о внешних проектах, в которых ключевой задачей и результатом является не просто погружение в отрасль и профессию, а и конкретные инновационные разработки. И как раз начну с внешней составляющей. Когда мы ориентируемся на внешнюю аудиторию, это не дети наших сотрудников, и здесь мы выступаем с разными видами проектов. Конечно же, Ростелеком является провайдером интернет для ключевых национальных проектов. Это мы обеспечим видеонаблюдение при проведении ЕГЭ. Информационная школа – это тоже национальный проект, который также поддерживается компанией Ростелеком. Ну и, наверное, интересными фишками, которыми мы отличаемся, мы в них много вкладываемся, это конкурсы, которые мы проводим для внешней аудитории на территории и по Волжье, и всей Российской Федерации. Это карьерные дни, когда мы приглашаем школьников в компанию и даем им такую возможность пообщаться с представителями разных профессий. И образовательные проекты с партнерами. И я остановлюсь на четырех проектах. Мне очень хочется рассказать о том, какие проекты, какие инициативы идут, чтобы вы вовлеклись, понимали, что такая возможность Ростелекома всегда есть. Если вы представители школы, если вы коучи, если вы занимаетесь профориентацией, вовлечены в эту задачу, то мы открыты, и у нас очень много проектов проходит на эти цели. Например, конкурс «Молодежный форум», который проходил в Ижевске, уже в этом году, назывался «ИТ-трамплин». Хват 200 учащихся различных школ из 17 районов Удмуртской Республики. И ключевым целем этого проекта было то, чтобы мы хотели развить и создать многоуровневую систему профессионального образования в ИТ-сфере. Как раз здесь мы работали с ИТ-компанией, Apple, Panasonic, Bars Group, Центром высоких технологий и другими. И мы вовлекали в этот проект школы, мы вовлекали в этот проект школьников, чтобы как раз рассказать им об ИТ-специальностях. Проводили мастер-классы, строили так называемые 12 станций, на которых команды учащихся выполняли разные задания, которые предлагали ИТ-компании. Мы выступали наставниками и лучшим школьникам, тем детям, которые заинтересовались в этой профессии. Мы предлагали потом различные варианты сотрудничества, в том числе обучение на базовых афетрах и целевые подготовки. Да, коллеги, такие проекты проходят по всей России. Я расскажу сейчас о местных проектах и закончу проектом российским, который называется «Классный интернет». Да, как я уже говорила, наша профориентация начинается с создания привлекательности отрасли в целом. В партнерстве с разными компаниями мы в одной связке, мы заинтересованы в общем результате. В Самарской области в августе 2015 года проходил интеллектуальный форум созвездия IQ, так называемый «Самарский ноноград». Вот это уже был проект, в который вошло 8 регионов России. Это 170 талантливых детей, которые были отобраны в проект, и 100 преподавателей из школ, которые приехали вместе с детьми. 10 дней был такой ноноград, такой лагерь, в котором дети вместе с учителями разрабатывали инновационные образовательные проекты. И здесь мы как работодатели давали свои кейсы, чтобы получить эти решения от школьников. И очень интересно, директор филиала оценивал эти проекты. И вот проект «Электронная школа будущего», который разработало 16 школьников, они стали победителями этого проекта и заняли определенные призовые места. Этим детям мы также давали, например, навыки презентации этого проекта, навыки работы с проектом. Как раз в этой форме мы реализуем и обучение, и создаем привлекательность компании и бренда, и еще и результат этих проектов – это конкретные инновационные инициативы, которые мы можем реализовывать у себя. Вот это пример такого межрегионального сотрудничества, когда выбирается какая-то территория, в частности Самара, и здесь собираются школьники, учителя из разных регионов. Проект «Безопасный интернет» – это, конечно, проект для школьников, который идет уже с 2012 года, и каждый год количество участников среди школьников прирастает. Это проект «Общероссийский». И вот в Поволжье только в 2015 году школьники прислали больше 2500 работ. Мы эти работы отсматриваем. Цель этого конкурса – чтобы школьники снимали ролики, которые мы потом также можем использовать для наших клиентов, для родителей, для школ, о том, как безопасности интернета, чтобы привлечь внимание общественности и родителей о тех угрозах, которые несет интернет в себе, и как можно их избегать. И проект «Общероссийский» внешний, который проходил с сентября по февраль – это инициатива школьников и педагогов в области интернет-технологий, которые направлены на достижение общего блага. Это был уникальный конкурс, в котором было три номинации. Номинации «ИТ «Альма-Матер»» – это инновации, которые позволяют поддерживать образовательный процесс в учебных заведениях. А второй проект – это «ИТ «Нескучные науки». Здесь принимались и делались разработки, чтобы молодежь хотела идти в науку в итоге. И третья номинация – «ИТ «Город»» – это проекты, которые вышли за рамки школьной жизни и были направлены на повышение доступности интернета для жителей города. В частности, по «Волге» победители были из школ Кировской области и Республики Татарстан. Вот такие масштабные проекты, в которых разные цели компании, в том числе профориентационные, успешно достигаются. Вторая составляющая нашей работы с детьми – это, конечно же, аудитория детей с наших сотрудников. Вообще в компании одна из ключевых ценностей, некий культурный код – это преемственность, это наша ценность. Поэтому мы очень много делаем для того, чтобы дети наших сотрудников приходили на работу в нашу компанию. И здесь мы проводим так называемые «Family Days», семейные дни, праздники, в которых обязательно включаем элементы знакомства с компанией, с тем, чем занимаются их родители. Ну вот проекты на работу, день на работе у родителей. Вот такие видеоролики, которые были в самом начале. Любые семейные праздники, они всегда о компаниях, о профессиях. Также в каждом регионе у нас есть открытые музеи, музеи связи. Это тоже о преемственности. И мы с удовольствием организуем экскурсии для школьников в нашем музее связи. Они проводятся абсолютно бесплатно. Поэтому если у вас есть такое желание организовать, мы готовы открыть двери наших музеев и рассказать об отрасли, о том, как она развивается, и о тех профессиях, которые сегодня есть. У нас есть такие инициативы, как мы снимаем видеоролики, есть буквально на листочек рабочий день конкретной специальности. В частности, с блогерами очень активно работаем, распространяем информацию о наших профессиях. И когда дети приходят в музей связи, мы говорим о том, что же востребовано и сегодня в отрасли, какие профессии востребованы. Ну, если говорить про творчество, творчество семейное, творчество детей, регулярно проводим конкурсы рисунков, в которых дети рисуют своих родителей, бабушек, дедушек. И очень интересный формат, который мы попробовали в прошлом году, это конкурсы сочинений, которые действительно воспитывают определенную культуру, вот эту преемственность в детях наших сотрудников. Ну, вот некоторые истории в картинках. Такие праздники всегда проходят очень интересно, очень живо. И дети разных возрастов объединяются на наших площадках. В компании работает не одна династия, мы поддерживаем эту традицию. И, конечно же, дети наших сотрудников, они обучаются в профильных учебных заведениях и приходят работать к нам в компании. Ну, вот я уложилась в отведенное время. Есть еще одна-две минуты на какие-то вопросы. Если они есть, то можете написать их в чат. У нас был вопрос про дневник.ру. Электронные дневники – это тоже проект, который мы поддерживаем. Если у вас какие-то будут вопросы, готовы поделиться своим опытом, здесь есть мой контактный имейл. Коллеги, спасибо. Спасибо Надежда, Наталья за возможность принять участие в этом видео.